Очередной суд по громкому делу вырубок в Барнаульском парке изумрудном снова прошел без участия главного потерпевшего. Представитель городской администрации в очередной раз проигнорировал судебное заседание. В зале, кроме судей и прокурора, присутствовала лишь обвиняемая сторона, бывший представитель арендатора парка Владимир Фишер и его адвокат. Напомним, Фишера обвиняют в том, что в 2017 году он якобы незаконно вырубил более 700 деревьев, хотя имел разрешение на 100 с небольшим. Обвиняемый утверждает, что действовал по разрешению и с позволения властей города. Чтобы поставить точки над «и», суд решил на очередное заседание 11 апреля пострадавшую сторону привести принудительно. Также в числе свидетелей, вызванных для дачи показаний на ближайших заседаниях, бизнесмен Павел Тулин, предыдущий арендатор изумрудного, архитектор Сергей Боженко, начальник отдела по благоустройству и озеленению Елена Королева. Между тем, ученые бьют тревогу. Массовая вырубка в могла изменить экосистему парка. Во время экскурсии, которая прошла в минувшие выходные, многие участники заметили, что в земле появились норы, сделанные предположительно грызунами. Как нам пояснили биологи, вот эти, а также многие другие норки, дело маленьких, но упорных лапок, скорее всего, мышей. Дело в том, что они очень любят селиться вот в таком высоком бурьяне, который появился здесь после того, как были вырублены почти все большие деревья. Как нам пояснили ученые, в изумрудном почти нет хищников, которые могли бы охотиться на грызунов. Если коршун чувствует себя в поредевшем парке неплохо, то, например, совы залетают теперь сюда крайне редко. В то же время обилие мышей может принести с собой целый ряд проблем. Напомним, что они считаются переносчиками многих опасных болезней.